Сегодня мы продолжаем говорить о стилизации блоков и рассмотрим серию свойств по оформлению фона блока и его границ. И так очень часто бывает просто необходимо задать цвет, например, для блока или кнопки или другого объекта. Мы будем рассматривать данный вопрос на примере вот такого блока. Для задания цвета фона используется свойство Background Color. И в качестве значения нам нужно указать цвет. Существует 4 варианта указания цвета. Первый самый простой. Вы просто указываете название цвета на английском языке, например, White, Red, Blue, Green, Grey. Я укажу красный цвет Red. Посмотрите, у нас все получилось. Также вы можете указать маркировку цвета, которая начинается с обязательного элемента решетки. А дальше идет набор букв и цифр, которые определяют цвет. Под видео будет ссылка, где вы можете найти примеры таких цветов в соответствующей маркировке. Давайте я установлю цвет вот в такой маркировке. Посмотрите, у нас все получилось. Следующий вариант указания цвета в формате RGB. Под видео будет ссылка на сайт, где вы можете найти соответствующие маркировки в этом формате. Формат RGB состоит из трех цифр, которые обозначают три основных цвета. Этим цветам присваиваются соответствующие коэффициенты смешивания, которые и формируют путем смешивания соответствующие цвета. Но это так, все теория. Вам просто нужно найти соответствующий цвет на данном сервисе, а затем в качестве значения ввести RGB, открыть скобку, ввести три значения выбранных вами цвета и закрыть скобку. Ну и конечно поставить точку с запятой. Сохраняем изменения и обновляем браузер. Посмотрите, у нас все получилось. Четвертый и последний способ связан с третьим и называется RGBA. И нужен для создания прозрачных цветов. Вы берете маркировку из трех цветов в формате RGB, но в качестве значения стиля указываете RGBA. Ставите три значения выбранного цвета из маркировки RGB, после чего ставите запятую и устанавливаете последний элемент. А он будет являться как бы коэффициентом прозрачности, где 0,1 более прозрачный цвет, а 0,9 менее прозрачный цвет. И корректировкой от последнего коэффициента вы можете регулировать прозрачность. И соответственно закрываем скобку и ставим точку с запятой. Посмотрите, я установил маркировку с прозрачностью цвета. И вот что у нас получилось. По заданию цвета это все. Также очень часто применяется задание в качестве фона изображения. В этих целях применяется свойство Background Image. Оно записывается вот так, а в качестве значения указывается путь до изображения. Но в связке с этим свойством очень часто используются свойства. Свойством Background Size задается размер фонового изображения. В качестве значения можно использовать абсолютные значения в пикселях. Но чаще используются значения Cover и иногда Auto и Contain. Auto задается для автоматического расчета ширины и высоты изображения по размерам блока. Значения Cover масштабируют изображение с сохранением пропорций, так чтобы его ширина или высота равнялась ширине или высоте блока. Contain масштабирует изображение с сохранением пропорций таким образом, чтобы картинка целиком помещалась внутри блока. Очень часто для того, чтобы вместить изображение в блок, используется значение Cover. И если фоновое изображение маленькое, то при установке в качестве фона браузер может, например, для конкретного блока продублировать эту картинку несколько раз. И именно для управления этой опцией используется стиль Background Rapid. Но мы прописываем вот такой стиль и в качестве значения используем чаще всего Nor Rapid, что означает не повторять изображение. И именно это свойство позволит отобразить фоновое изображение только лишь один раз. Но также имеются и другие варианты использования значения. Также часто используются свойства по настройке границ блоков, кнопок и других элементов. Для того, чтобы настроить уровень закругленности углов рамки элементов сайта, используется свойство Border Radius. То есть мы прописываем вот такое свойство и указываем уровень закругленности в пикселях. Чаще всего это 10 пикселей. Посмотрите, у нас все получилось. Если нужно указать разный уровень закругленности каждого угла, то указываем значения вот в таком формате для каждого угла через пробел друг от друга. Посмотрите, в итоге мы получаем вот такую картину. Если нам нужно обозначить границу элемента сайта, то мы используем свойство Border, то есть прописываем свойства вот так. А в качестве значения устанавливаем толщину границы, то есть толщину рамки в пикселях, например, 2 пикселя. Устанавливаем вид рамки. Я обычно устанавливаю рамку Solid, которая используется в 95% случаев, что означает использование сплошной рамки. Про другие варианты вы можете почитать в справочнике, ссылки на которые я вам оставил под видео. Итак, устанавливаем цвет рамки, например, Red. И ставим точку запятой, сохраняем изменения и обновляем браузер. Посмотрите, у нас все получилось. Все эти стили, которые мы рассмотрели в сегодняшнем видео, очень часто используются. Вам нужно набить руку на их применении. В этом вам поможет наше домашнее задание. Пройдите все вопросы и отправьте свое решение. А мы встретимся на следующем уроке.